Открой рассаду. Юный программист и изобретатель Иван Будаков привлёк к себе всеобщее внимание благодаря разработке нового голосового помощника Галя. Конечно, у продукта есть и более известные конкуренты, такие как Алиса, Сири или Маруся. Но школьник говорит, что у Галя есть свои преимущества. База на русском и английском языках, а также возможность работать без интернета в режиме офлайн. Пока что очень мало голосовых помощников или даже вообще практически никто не работает в офлайне, потому что у всех база в интернете. У меня же я пожертвовал памятью, это она весит около полугигабайта, это много, но там вся база русского языка, то есть там все слова. Над своим голосовым помощником Иван работал полтора года. Преподаватели руководства школы «Вектора Плюс Плюс» увидели, что у программы есть большие перспективы. Во всём поддерживали своего воспитанника и подкидывали Ивану различные идеи. Так у голосового помощника Гали появилась функция распознавания птичьего языка. Птичий голос, привет! Мы начали общаться с орнитологами, они нам сказали вот три фразы, которые точно вот что-то обозначают. Новым голосовым помощником заинтересовался телеканал СТС. И Ивана пригласили на передачу «Купите это немедленно». Школьник продемонстрировал свою программу и ответил на каверзные вопросы зрителей и инвесторов. По итогу Иван Будаков получил миллион рублей на дальнейшее образование. Сильные впечатления на юного программиста произвела и встреча с ведущим Александром Пушным. Это вот самое яркое, что я увидел, услышал. Я его вообще в коридоре встретил от гримерки. Первый раз это прям было вау. Никогда таких людей не видел вообще. Но в остальном всё очень положительно. Команда очень положительная. Прям вообще круто было. Сейчас Иван Будаков продолжает совершенствовать голосовой помощник для массовой аудитории. В планах молодого человека включить функцию распознавания кошачьего языка, а также пополнить словарную библиотеку.